здравствуйте и сегодня мы продолжаем нашу серию бесед о политических уроках истории с вячеславом грыновым и сегодня мы поговорим о том почему римская империя уже когда возвеличившаяся смогла стать именно мировым государством и дать впоследствии универсальные правила другим цивилизациям почему нынешняя европа например переняла во многом те уклады которые были в риме я думаю что на самом деле все это уже содержалось в первой нашей беседе это как раз вот это вот открытость рима миру и готовность рима а делиться своим воспринимать чужое и делиться своим и смотрите как только римляне завоевывать какую-нибудь провинцию ну скажем там сирию или египет боги этих провинций получают свой культ в риме вот это тот же самый мультикультурализм о котором мы говорили в самом начале но только поднятый на гораздо более высокий государственный уровень рим приходит не как попиратель культуры а как уважающий эту культуру народ а знаете я не помню кто об этом сказал но сказано было так что римляне победили грека но побежденные греки покорили рим да то есть римляне оказались не чужды высокой культуре и греческая культура становится настолько доминирующей в умах элиты что например уже нерон ценит себе греческую культуру гораздо выше чем свое положение цезаря да и даже вам должен сказать что вот над этим смеялись и время естественно над этим было смеяться потому что время существовал культ воинов и ни один человек не мог занять высокое положение если он при этом не так сказать не увенчан воинскими победами да вот но нерон когда закалывает себя он что говорит он говорит какой великий актер погибает вот великий артист погибает вот вот эта возможность всасывать культурные веяния она конечно привлекает к риму это очень важная вещь потом посмотрите ну скажем патрицианские роды в риме кончаются где-то ну примерно в середине первого века кто становится потом императорами императорами становятся представители покоренных провинций да неважно это могут быть галлы это могут быть сирийцы могут быть африканцы и ничего страшного вот вам император вот это естественно требовало понимание что все люди братья все люди братья выдуманы не социалистической социалистическими ремесленниками 19 века и даже не христианской церковью да они появились на самом деле в риме прологом этого как я уже говорил были завоевание александра македонского который вопреки грекам уравнял греков и македонян с персами а потом фактически став жрецом омона уравнял их с египтянами это как бы шло в разрез со всеми представлениями греков и александр очень много в его глазах потерял от того что он совершил так но он заложил зерна будущего зерна сегодняшнего или даже завтрашнего дня по отношению к нам вот римляне шли по этому же пути но если скажем македонскому приходилось сопротивляет преодолевать сопротивление собственной элиты то римляне изначально как я говорил были открыты этому и естественно римляне обеспечили довольно серьезный взлет культуры отношения и поскольку поскольку законы были едины для всего рима можно было жить иудей мог приехать в рим и чувствовать себя там более или менее как дома и представляете здесь уже культура отделяется личная в смысле этническая культура национальная культура и всякая другая отличается от государственного права от государственного устройства вспомните на вопросы динарии как отвечает христос богу богово кесарю кесарева то есть вы можете придерживаться своей религии кесарь ничего против этого не имеет но вы обязаны быть гражданами государства или жителями государства ищите их законы вот эта возможность сохранять собственную культуру и жить в универсальном государстве она конечно сделала рим привлекательным для очень многих народов вот как удавалось несмотря на какие-то различия в представлениях людей о том как надо жить в там да в десятках разных городов рима тем не менее сохраняясь как бы вот эту верность за счет чего это достигало ну здесь я бы не смог быть судьей я не смог бы вам дать твердого ответа но безусловно есть некоторые вещи во первых жизнь в большой империи гораздо более безопасно чем жить в национальном государстве пока мы имеем дело с мелкими государствами они бесконечно конфликтуют друг другом враждуют соперничают и это кончается плохо более того они в разбивку плохо отвечают на вызов завоевателей если вы имеете огромную империю то во первых у вас царит мир вы знаете что вы будете сыты вас не ограбят не лишат и так далее на ваши дети в гораздо меньшей степени гибнут чем если вы живете в национальных государствах начинается бурный рост населения римская империя это время довольно быстрого роста населения вот этот вот покой конечно привлекал многих кроме того как я уже говорил очень многие люди самых разного самого разного этнического происхождения культурного получали в риме возможность а получали время возможность сделать карьеру могли достичь самых огромных высот в том числе стать императорами вот и это вот открытость рима для всех государства для всех это конечно очень важный элемент кроме того вы знаете древний мир был гораздо более веротерпимым это уже авраамические религии сделали мир таким ну конфликтующим и требующим признание истины одной веры а первичное общество признают наличие разных богов даже если мы обращаемся к израильской религии мы ведь читаем во времена авраама там исака и иакова у каждой еврейской семьи свои боги даже не бог а свои боги единый бог появляется гораздо позже и более того одно из имен бога и лохина означает боги в переводе на наш русский язык это только постепенно бог становится единым и нетерпимым как я думаю эту гипотезу высказал не я конечно она существует у историков но мне она кажется в высшей степени вероятно я думаю что единобожие совершенно превратном виде евреи унесли из египта унаследовав культ атона а атон утверждался в многобожьем египте очень жесткой поэтому он должен был быть агрессивным и нетерпимым хотя поначалу было все совершенно не так есть много различий между культом атона и культом еврейского бога но мы сейчас говорим о риме а не христианской идеи да так вот поскольку поскольку они были терпимы все общество первобытное им не так сложно было уживаться друг с другом посмотрите сколько мы видим богов древней греции каждый город имеет своего главного бога но он с довольно большим почтением относится и к богам соседних полисов так существовал рим риму было легче это сделать чем в нашем жестком мире и в этом плане какие вещи какие практики какие нормы наследует современная в том числе европа от римской империи в плане вот этого как бы до один мир одно государство да на самом деле ведь в европе добавилась еще на христианская идея дело в том что единобожие очень тесно слилось с с единодержавием понимаете одно государство рим постепенно в христианстве сливается и в один бог один бог один мир одно государство в каком каком этапе как бы до развития римской цивилизации туда пришло христианство христианство как известно появляется в первом веке нашей эры но она встречает поначалу некоторое сопротивление надо сказать что в значительной степени это сопротивление спровоцировано иудеями которые видели в христианах секту от суверотступников вот но тем не менее время все время происходит колебание то христиан разрешают то их поддерживают то их преследуют пока наконец в четвертом веке христианство не стая не становится сначала религией императора а затем государственной религии империи ну так что это четвертый век но уже здесь начинает сливаться разные философские течения которые говорят об этом универсализме бог создал один мир и в этом одном мире должно быть одно государство не император и вот эта идея а постоянно присутствует в средневековой европе идея универсализма и что значит универсальное государство это империя эта империя она существует константинополя но да 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 можно ли сказать что именно идея вот этой универсального государства универсальной империи она служила таким что ли триггером для увеличения степени конкуренции между европейским государством нет она она служила толчком для созданию объединения европейских государств единое общество вот империя карла великого которая ну соединяла современную италию германию францию скажем испании да это империя возникла под влиянием как раз этой идеи универсализма родившийся в риме правда карл великий совершает неординарный поступок империя уже существует император живет константинополь но карл великий учреждает другую империю и вот с этого момента начинается конкуренция универсальных идей конфликт востока и запада он идет как раз империи карла великого да так вот когда мы возвращаемся к современному миру то конечно же европа никогда не теряла этой универсальной идеи и а каждый раз каждый раз возвращается даже когда а европейцы воюют во время самых страшных войн ну например франко-прусской да в европе обсуждается мысль о соединенных штатах европы до после первой мировой войны куденкове калерги австрийский аристократ начинает развивать мысль о единой европе в тоже приблизительное время мане выдвигает свою идею общего англо-французского государства который потом превращается в общеевропейскую это не умирает я например гуляя по гамбургу наткнулся на такой скромный памятничек немногим выше меня небольшом постаменте такой некрупный человек и там написано карлу великом основателю европы понимаете наполеона гитлер идут конечно безусловно безусловно не следует этому да и одно имя империя император она уже налагает на наполеона обязательства универсализма поэтому он не останавливается там где он должен был бы остановиться ведь на самом деле вот это стремление к универсальному государству она и подкатила подвело наполеона если бы он в какой-то момент остановился конечно франция была бы огромной европейской страной гораздо больше чем сейчас и существовало бы но совершил ошибку он уверовал и в свой гений как уверовал в него александр великий да и он следовал универсалистской идеи и добился вот того чего он добился поражение франции универсальное государство требует долгого времени долгого роста рим когда начинает двигаться в этом направлении это где-то наверное четвертый пятый век до нашей эры а мы видим великую римскую империю где-то уже в первом веке до нашей эры и особенно во втором веке наши эры то есть нужно время торопиться нельзя и вот можно ли сказать что в рамках там до современного евросоюза вот эта идея европейского универсализма она реализована она не реализована но не стремятся во-первых единое фактически единое гражданство это цель которая построена поставлена в европе в общем-то житель чехии пользуются во франции теми же правами что житель франции пользуются в германии да это кроме того существует общее законодательство она расширяет свое пространство оно все больше и больше сближает законодательство отдельных стран имеется общий парламент имеется общая комиссия имеется общая валюта это все еще в рыхлом состоянии но цель видна точка на горизонте известна это универсальное государство охватывающий всю европу спасибо число на этом продолжение о том о причинах распада римской империи смотрите следующем выпуске в следующем выпуске